Сегодняшнее заседание Городской Думы стало продолжением прошлого. Часть вопросов из повестки были перенесены. Один из них – расходование бюджетных средств на командировки. В 2016-2017 годах новая перелёт и проживание в гостиницах чиновников из городского бюджета было потрачено почти 3 миллиона рублей. Сотрудники администрации города выезжали по работе не только в российские города, но и за границу. У контрольно-счётной палаты и у депутатов возникло много вопросов о целесообразности данных поездок. Я бы хотел напрямую задать вопрос главе администрации города о необходимости, целесообразности, эффективности, результативности и пользе некоторых коммунировок для города Астрахани и Астрахани в частности. Были проведены переговоры по привлечению экспертов ЮНИДа на территорию города Астрахани во все те направления, которых вы обозначили в самом начале в систему ЖКХ. По муниципальному учреждению автобазы были применены технологии ЮНИДа по снижению энергопотребления. На прошлом заседании депутаты предложили сократить расходы на командировки в два раза. Тогда же глава города Алена Губанова высказала идею сократить командировочные и городской думе. Но ни одно из этих решений сегодня не прошло. Депутаты вернули этот вопрос на обсуждение комитета. После перешли к заслушиванию отчета главы администрации Астрахани по итогам работы в 2017 году, который депутаты ждали с марта. Доклад занял более получаса. Олег Полумардвинов рассказал про реализацию проектов в безопасной и качественной дороге, комфортная городская среда и снижение административных барьеров для предпринимателей. Проблемы окраин всегда остро стояли в городе. И я рада тому, что проблемы начали решаться. И буквально за два года изменения все налицо. Далеко не все депутаты остались довольны отчетом. Не прозвучала информация по борьбе с безнадзорными животными и коррупцией. Отчет неполный. И далеко не полный. Во-первых, в отчете ни слова не сказано о мероприятиях по работе с проведением коррупции. Хотя закон номер 273 от 2008 года обязывает каждый орган государственной и муниципальной власти вести данную работу и, естественно, о ней отчитываться. Также депутатов интересовал вопрос по сносу незаконно установленных ларьков и рекламных конструкций. Сейчас в городе более двух с половиной тысяч билбордов незакона. Мы не раз с депутатами выходили с предложением Сергея Владимировича для того, чтобы передать данные услуги либо по аутсорсному предпринимателю, который будет вывозить за свои собственные деньги и хранить свои собственные площадки. Что мы имеем взамен? Администрация города не имеет затрат на вывоз. Администрация города получает определенный процент с вывоза. Это полномочия по вывозу незаконных торговых объектов, закрепленные за регионами администрации. Согласно их заявке, мы предоставляем им финансовые средства. Это конкурсная процедура. То есть любой, это и есть то, о чем вы говорите, это конкурсная процедура. Любой может заявиться, взять этот контракт и вывозить эти конструкции. Много вопросов у депутатов было по выполнению программы предоставления земельных участков многодетным семьям. В очереди более трех тысяч на дел в 2017 году получили только 70 семей, а в 2018 только 34. В сегодняшний день существуют две категории граждан. И по первой, которые стоят под предоставлением индивидуальных жилых домов, очередь составляет 3533 участков. Подсадоводство – 3998 участков. И несложным архитектическим методом я посчитал для себя, и у меня вышла следующая цифра, что если у нас на сегодняшний день наши избиратели не будут вставать на учет, то для того, чтобы предоставить им льготы, код ИЖД нам нужно 45 лет, подсадоводство – 57 лет. Поэтому скажу про Савель Анатольевич, почему вы проваляли поручение президента Ларина Анатольевича Путина по Зеленой Борогу? Сейчас для многодетных семей готовятся земельные участки в микрорайоне Заболдинске и поселке Морской. Но тем не менее большинство депутатов посчитали доклад главы администрации Олега Полумордвинова неаргументированным. За отчет проголосовало лишь 12 депутатов, 15 высказались против. И 4 человека воздержались в истории городского парламента. Это впервые.